Друзья, всем привет! Всех рад видеть на канале Ангстерей ТВ. Ну что ж, погнали! Довольно-таки мы немало уже с вами сделали квестов, да, и всё очень-очень интересно. Но нам нужно с вами двигаться дальше, и дальше мы куда с вами пойдём? Так, давайте смотреть. Значит, у нас есть Ансельмов Ритт. Многие моряки расстались жизнью там, где воды недремлющего моря встречаются с Амарантинским океаном. Ансельмов Ритт отмечает, возможно, самый опасный участок в побережье. Так, давайте сюда. Пойдём посмотрим, что там у нас интересного. Ну, если все-таки будут маленькие локации, это довольно-таки круто. Так, и на нас сразу нападают. Вот это да. Вот это неприятность. И довольно-таки мародёры какие-то. Ничего не видно. Погнали! Так, там есть маг. Я мага сразу на себя возьму. Маг крови. На, держись, щита тебе. Дарт, привет! Нет, ничего не пропустил, только начали игру. Есть же, затащили мага. Готово. Так, и... На этом всё. Такая маленькая локация, что ли? Так, смотрим, что здесь есть. Будет сделано. Спасённые товары. Ага, отлично. Всё, задание выполнило. Выполнено, друзья. Вы нашли место крушения корабля с припасами для башни денег и нашли ценные товары. Ну что же, прекрасно. Довольно-таки небольшая локация и очень интересная. А особенно вот это... О, два золотых. Сколько же в этой игре дают золота? Это прикольно. Так, ещё спасённые товары. Ещё спасённые товары. Ну, я думаю, это нам пригодится, да? Так, спасённые товары. Спасённые товары. Так, я надеюсь, они немного вешают, да? Нет, в принципе, немного. Так, ещё товары спасённые. Слушайте, ну как здесь всего много, а? Спасённых товаров. А я думал, локация будет намного больше. А, ещё можно по ту сторону пойти. Кинжал, железо. Так, забираем всё. Ещё здесь можно прогуляться. Давайте прогуляемся по левой части. Не, локация довольно-таки малая. Всё, дальше никуда нельзя идти. Интересно. Забираем. Так, смотрим на карту. Да, больше здесь делать нечего. Ансельмов Рип. Погнали дальше. Так, ну что же, выполним тогда сейчас все эти маленькие задания. Ну, а потом уже пойдём на большие. Так, сохранимся. Перед уходом. Так, а дальше нам с вами нужна ферма старого Старка. На разведанной войной в Терроденских ромнинах осталось много заброшенных ферм. Очевидно знать, летущая против вас заговором выбрала одну из них. Ферму старого Старка. В частности, места для тайных встреч. Это нам, кстати, загадочный персонаж, которому мы дали 50 золота. Который, чтобы заговор против нас развея узнать. Орешек, привет! Рад видеть, как у тебя дела. Опа! Это у нас ферма и сразу же атакуют. Ну что ж, вперёд. Так, надеюсь, мага нет. Так, кто это у нас там убежал? Пока непонятно. Атакуем. Так. Иди сюда, куда побежал. Красота. Что, на этом тоже всё? Да ладно. Вы разобрались с теми, кто устраивал заговор против вас. Да вы шутите. Это совсем такие маленькие задания? Хм, интересно. Интересно. Так, Леди Лиза Пакто. 8 золотых у неё. Ещё и плюс рубина на продажу. Лорд Гай. Один золотой. Ну что же, с одной стороны я рад, что задания небольшие. Ну, с другой хотелось бы как-то вроде и почитать и поговорить с кем-нибудь. А то чё ж такое-то, а? Пару персонажей убили и всё. И вся ферма. Хм. Так, карта мира. Карта мира. Ну, давайте глянем, что с той стороны дома. Орешек, как у нас дела на гудгейме? На плеере? Ничего не лагает? В принципе, я битрейт установил, как и просил. 3000, чтобы, короче, у всех было рога. Хватит уже баловаться при 4000. Особая разница. Ну, есть, конечно. При 4000 битрейта качественной картинки, конечно, поинтереснее. Но не у всех интернет вывозит, к сожалению. Поэтому будем играть при 3000. Надеюсь, там не сильно купит на стриме. Квадратики и так далее. Так, ну что же, здесь всё. Довольно-таки так же. Ферма Старого Старка. Небольшая локация. Дальше двигаемся. Так, поместье Турбал. Тут мы были с вами уже? Я не помню точно. По-моему, были, да? Ну, давайте на всякий случай. Опа. Здрасте. Кто-то нас атакует. Не стоит выкладываться до конца. Понеслась. Опа. Смотрите, а здесь мобарит. Да, мобари довольно-таки сильные. Сколько лучники жизни сносят, а? Нихило. Так, неплохо. А, смотрите, девушка тут стоит. Так, ну я правда на неё навести не могу. Узнать, кто она такая. Надь, я держу. Ох, какой. Благодарю вас, сэр. Пограмм. Возьмите в знак благодарности эти монеты. Но сейчас я отправляюсь в башню бдения. Ну что же, спасибо. 15 золотых, друзья. Так, а у нас это задание. Торговля должна продолжаться. Ага. Наладить торговлю в башне бдения. Спасена торговка Лилит. Согласилась начать торговлю в башне бдения. Найдите ещё купцов. А-а-а. Это у нас для задания. Вот оно как. Орешек. Да нормально дела. Сегодня сменился за смену. Так что отдыхаю. Поздравляю. А это что у тебя за ультиматум? Кредишн. Дополнение. Типа, нож всё будет. Кеми, не парся. Отлично. Это, да, это ультимейт эдишн издания. Которое, ну, в Ориджин у меня куплено. Вот. Ну отлично, отлично. Я завтра работаю, друзья. Но вообще я хочу порадовать. Выходные, субботы, воскресенья будут стримы. Потому что у меня там так получается, что смены выпадают, что я отдыхаю. Поэтому, да. Скорее всего, не буду пока ничего обещать, но... Возможно, стримы будут на выходных. Завтра я работаю. Вот. А что дальше, посмотрим. Но на выходных, скорее всего, будут. Так, погнали дальше. А, здесь, по-моему, мы с вами уже были. Да, друзья, здесь мы с вами были. Да, здесь мы выполняли кое-какой небольшой квест. Всё, да, здесь делать нечего. Так, это что такое? Чьи-то кости. А, подскажи, пожалуйста, что за мантию купил для Адмуса. Я ничего не покупал. Я нашёл ему одежду в каком-то сундуке. Значит, капюшон хранителя знаний нашёл. Два силы вот такой. Нашёл перчатки хранителя знаний. Нашёл кровавое обещание. Я не покупал это, я находил. И нашёл сапоги хранителя знаний. Вот такие вот крутые. По квесту это было. И нашёл ему висе... А, нет, не висе, а подвеска. Так, что же я ему там нашёл? Ещё, по-моему, я же ему что-то находил. А, нет, это им не ему, это лучше бы было. Ну, то есть, вот такие дела. Так, погнали. Так, значит, здесь мы с вами были. Покинутые убежища были. Ну, нам сюда, часть щёбной холмы. Иногда на чёбной холмы отправляются охотники в поисках многочисленной дичи. Но в остальном эта удалённая часть эллинга остаётся безлипна. Погнали. Всем привет, друзья, щётик. Так, доступна новая местность. Отлично. Я так понимаю, здесь сейчас будет немало. Но я на это надеюсь пока. Что-то все локации такие маленькие. Так, там у нас записка наверху. Опа, сразу же атакуют. Ой, да ладно, это кто такие? Берескарн какой-то. Это кто такой? Так. Погодите-ка секунду. Давайте вызовем-ка медведя. И ледяное оружие у нас стоит. Но у нас тоже есть. Знаешь, такой мишка. Непилый. Так. Мишка-мутант. Да, мишка-мутант. Там наверху что-то есть, как наверх подняться? Записка какая-то. Так. Смотрите, можно пойти наверх, а можно пойти вниз. Локация не маленькая. Значит, ну давайте вниз сначала сбегу. Потом наверху пошаримся. Так, здесь что у нас? Выход скаты? Я иногда упал с лестницы. Она была очень похожа на эту. Ага. Упал с лестницы? Ну, надеюсь, эта лестница не развалится. Так. Это у нас шаткий мост какой-то. И можно вот так вот обойти вокруг. Ну, давайте обойдем, посмотрим. Надеюсь, не развалишься. Опять зверей из Чернобыля полезло. Ну, да уж. Я почти уверен, что у тебя во рту что-то сдохло. Анекдот. Гном нападает на мага и побеждает. Ну, да. Заметил я, как ты в прошлом бою написал доспехи. Недурной прием. Спасибо. Теперь не делись нему. Так. Подобрал какую-то дурную ловушку. Да, гном, как всегда, в своем репертуале. Так. Что еще здесь есть? Сундук закрытый? Нет, он открытый. Так. Кинжал. Выброшенное письмо. И у нас тут выпивка. Так. Что за письмо? Давнее прошлое. Опа. Новая заданница, друзья. Ага. Так. Кодекс обновлен. Записка Даррона Лайла. Элмор. Я нашел то, что мы искали. И даже больше. Кончай копать и собирай пожитки. Я возвращаюсь в лагерь. Встретимся там. Идем во Марантайн. Ищем покупателя. И мы богаты. Даррен Лайл. Ну что ж, отлично. Так. Что-то с управлением пропустил. Так. Записки с кодексом. Некоторые предметы есть. А, ну это я смотрел. А, ну все. Так. И задание у нас новое. Давнее прошлое. Найти записи о Даррене Лайле в Армантайне. Старое письмо, найденное в Чечебных холмах, открыло вам, что охотник за сокровищами по имени Даррен Лайл нашел что-то в расселении. Взял находку с собой в Армантайне. В церкви Армантайна могут украли отмиться записи, которые прольют свет на находку Дарна Лайла. Огран затащит катку, да уж. А, друзья, пожалуйста, в группе Ангстри ТВ загляните в посте на последние записи. Я там видеоролик интересно скачал. Ответьте на сообщение в комментарии, если не сложно. Там кое-что для стримов связанное. Так, смотрите. Слушайте, а там довольно-таки неплохая такая местность. Ну, я бы хотел пока не туда сходить. Так, я бы хотел сходить сначала наверх. Там какая-то записка была. Давайте вернемся назад. Так, надеюсь мост не развалится. Вон, видите, наверху какая-то записка. Явно туда как-то можно попасть. Так. Ну, какие-то дикие локации здоровые. Так, хватит, да, может быть, уже щелкать. Так, какой-то труп здесь непонятный. Так, а как ту записку забрать? А, вот проход. Вижу, вижу, вижу. Ага, отлично. О, палачи какие-то. О, здрасте. Вы кто такие? Дадут поговорить или на покупке? А, они не хотят разговаривать. Понятно, атакуем. Ох, гном какой. С одного удара затащил. На, держи. Готово. Так, короче, кого-то повесили. Так, секунду. Давайте заберем. Ползучая крапива. Я это сделал. Получены предметы. Так, что ж, с предметами будем разбираться потом. Так, записка какая-то интересная. Записка. Записка гласит, вот что происходит с грязными изменчиками. Как скажешь? И все, что ли? Ну, е-мое. Я думал, здесь что-то будет интересно, а тут просто так... Типа с измен... Ух ты, еще и нож в него воткнули бы, рудак. Смотрите-ка, нафигеть. Ну, ладно. Да, пробуждение прям... Вообще жесть. Намного жестче даже, чем оригинальная игра. Это да. Так-то сразу мордобой, что за юридик. Лирюха, не говори, да. Мне бы вот хотелось бы больше поговорить, разузнать. А они сразу атакуют. Кстати, вот чем-то мне больше напоминает Baldus Gate. Вот ближе к этой тематике. Там так же постоянно. Никаких разговоров, одни действия. Особенно во второй части. Куда бы ни пришел, везде тебя пытаются нагнуть. Но ничего, бывает. Так, давайте спускаемся вниз, проверим, что там интересного. Так, сумка какая-то. Тут, наверное, квест какой-то сейчас будет, да? Опа! Кто? Кто? Где? Так, какие-то дракоши. Глубинные охотники. А, помню-помню. Эти глубинных охотников на тропах. Глубины встречались. Так, и такое чувство. Медведь, мне кажется, стал больше, чем в оригинальной игре. Или я ошибаюсь? Ну, мне кажется, больше стал. Раньше медведь был... В Origin, мне кажется, медведь поменьше был. Так, там какая-то сумка. Давайте подойдем, заберем. Что за сумка? Скорее всего, связанная с квестом, может быть? Так, талисман Мики, оленя нога. Ага, это у нас задание. Конечно же, талисман... Чего? Талисман Везения. А, вернуть безделушку охотников. Все, что на холмах мы нашли кое-какие вещи Мики и Сколберта. В том числе, безделушка, судя по всему, талисман Везения. Охотники будут благодарны... Благодарны, если вы ее вернули. Так, а вернуть-то к кому? Охотники. Так, а где эти охотники тусуются? Ну, ладно, хорошо. Вармонтайне, скорее всего. Серега, ты на СК-2 ТВ ушел? Так, есть такое, да? Ну, вот мне кажется, то, как кажется, поболее стало. Раньше, теперь было нам меньше. Ну, факт. Хотя, может быть, два месяца прошло, как уникал. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Какая-то локация интересная. Ну, в принципе, охотники вармонтайне. Хорошо, Дартас. Спасибо, подсказку. Давайте разбираться сначала, что у нас тут. Ох, да это что такое? Обалдеть. Да ладно. Я так понимаю, это наш новый будет Сигу какой-то персонаж. Атакуем. Надо спасать. Сигрум. Жаль, что она не лучник. Готово. Ох, еще бы чуть-чуть. Мне показалось, что я сейчас и впрямь вступлю в Легион Мертвых. Ааа, что такое Легион Мертвых? Шайка мрачных вояк. Только одно на уме. Бить по рождению тьмы. Мы воины, мертвые в глазах своего народа. Нас отправили на глубинные тропы, чтобы драться с порождениями тьмы, покуда нас не заберет камень. Что он сегодня и сделал. Да еще как. Так. Что случилось? Все остальные мертвы. По-настоящему. Одна я едва ноги унесла. Камнем клянусь, мы этому рады. В Кэл Хироле что-то происходит. Мы думали, по рождению тьмы готовят там армию. Легион вышел на разведку, но Кэл Хирол оказался слишком твердым орешком. Случилась бойня, и в живых осталась только я. Дарт, я вспомнил, вспомнил про Легион. Как тебе удалось уйти? Когда я увидела, что все мои друзья убиты, я... Я испугалась. И убежала. Порождение тьмы изменились, стали смышленей. Они уничтожили Легион. Я видела, как они схватили кого-то из женщин, и решила, что мне такая участь совсем ни к чему. Так. Хорошее решение. Есть немало вещей похуже смерти. Хуже всего, пожалуй, день и ночь рожать порождение тьмы. Но если порождение тьмы и впрямь готовят армию, я не могу оставаться здесь. Я должна что-то сделать. Так. Я серый страж, я пойду в Кэл Хироу. Ух ты, до чего, кстати. Не иначе предки подсобили. Я покажу тебе, где находится Кэл Хироу. Вместе не так опасно, правда? Ладно, идем со мной. Превосходно. Теперь шанс уничтожить их гнездо не совсем крошечный, а просто очень маленький. Да уж, та еще оптимистка. Не будем тратить время. Нас ждет Кэл Хироу, а порождение тьмы, брошенной без присмотра, занимается всякой ерундой. Так, я так понимаю, ее надо в компанию брать обязательно, да? О, про Орешка заговорили в игре. Да уж. Так, и вместо кого? Ну, маг нам нужен. По-любому нужен лучник, это 100%. Так, ну как вариант, можно Ограна пока, да, убрать? Из компании. Пусть отдохнет. И возьмем девушку с тобой. О, кстати, О'Кел Хироу надо будет найти там залежи. Да-да-да-да-да. Так, ну что думаете, вместо Ограна возьмем, я так понимаю, да? Девушку. Она у нас тоже воинник, скорее. А, она у нас разбойник, слушайте. А-а-а, за разбойник, но без лука. Угу. Так, а вот сможет ли она взламывать сундуки? Она в Рога вроде. Да, я вижу, что она Рога. Ну, а если у нее не прокачаны сундуки? О-о-о-о-о-о-о-о. Так, вот это я не знаю. Ну, хотя Роги ближний бой у нас не хуже Ограна. Давайте, может, Ограна все-таки пока оставим в стороне, возьмем ее с собой в Кел Хироу, а там уже разберемся. Или Огран тоже захочет там поучаствовать? Блин, ну, тяжелое занятие. Друзья, давайте, ладно, ваше решение вот подскажите мне, пожалуйста. Кого взять? Так, прокачаем ей взлом замков. А ты уверен, что ей можно будет его прокачать? А вдруг нельзя будет? Ну, давай, ладно, попробуем. Давай попробуем, пусть пока Наталья дохнет. Так, задание обновлено. Смотрим. Сигрун. Один мудрец посоветовал мне не спорить с тем, кто вооружен лучше, чем вся каста воинов на праздараде. Сигрун принадлежала к Легиону Мертвых, отряду воинов, которых изгнали из Арзамара и отправили на самоубийственную войну с порождением тьмы. Страж-командор наткнулся на Сигрун, близко к Кел Хироу, единственная выжившая из всего отряда. Она опаслась бегством, спаслась от порождения тьмы. Сигрун не встретила смерти в бою и тем самым нарушила пряту Легиона. Сигрун присоединилась к команде, чтобы уничтожить не то порождение тьмы. Ее бери, да, уверен, Рогу. Отлично. Так, задание обновлено. Исследовать Кел Хироу. Это у нас, кстати, сюжетное задание. Сигрун из Региона Мертвых рассказала, что порождение тьмы кладят армию в старинной гноме крепости Кел Хироу. Все остальные легионеры отправились туда узнать, что происходит, и были следствием убийи. Чтобы найти армию порождение тьмы, вам придется самоличного экипка Кел Хироу. Андрей, кстати, заметил, что пишу сообщение на Гудгиме и приходит туда тьмы. Да, серьезно? Задержка, что ли, идет? Ну, это всякое бывает. Ах ты, Мишка. Мишка, Мишка, Мишка. К сожалению, без Мишки. Так, где у нас Кел Хироу? Здесь флот. Да, здесь у нас флот Кел Хироу. Так, сейчас погодите. Сначала бегаем еще здесь, посмотрим. Огран сразу заигрывает. Так, ну что ж, отлично. Я думаю, нам лучше сейчас выполнить этот квест. Так, мне уровень, кстати, дали. Давайте смотрим, что прокачиваем. Так. Ну, разумеется, живучесть. Так, что у нас из навыков? Так, оружие ищет, разумеется. Так, дальше, воин. Продолжаем вот эту резню всю качать. Так, гибаем ловкость. Так, и мадам у нас вот это вот. Так. Она у нас, Леогионер, разведчик. В сантуке хотя бы. Обязательно, обязательно. Так. Смотрим, что у нее есть. Так, взлом, взлом, взлом. А, у нее, смотрите, умение 14 можно поставить. Так, хорошо. Так. Взлом. Умелые руки. Отлично. А, хитрости не хватает, друзья. Хитрости не хватает, да. Все мое. Хитрости. Я и не могу прибавить, по-моему. Так. Парное оружие на использует. Страничка для дуэлянта, а качай. Так, погодите. А какое у нее вообще снаряжение с собой? Сиглэн. У нее древний гноми топор. Кинжал разведчик. Послушайте, у меня где-то был кинжал хороший. Вот, кинжал ворона у меня есть. Так, 960, 640. Ну да. Так, погодите. Уровень седьмой. Уровень седьмой. Так. Ну да. Кинжальчик сюда. Так. Зупа. Ца гор. Один к урону. Блин, ну у нее топор так же, конечно, классно. Уровень седьмой. Уровень девятый. Уровень первый. А, нет. Вот это что-то я поменял. Так. Что у нее там? Сломанная кость. Так. Ептечку надо подбить. Использовать. Так. Отлично. Дальше смотрим, что мы ей можем дать. Так. Шлем легионера разведчика. Шлем легионера. Ну. Тапки у нее в принципе. Все хорошее. Так. В принципе, да. Пойдем так и с составом. Так. И характеристики не до конца я ей дал. Ах. Не могу ей хитрость купить. Понятно. Короче, блин, облом. Так. Ну ладно. Качаем ей тогда живучесть мастера. Повышено вот это все дело. Ярость мастера. Ей нужна будет выносливость. Так. Полностью у нее боевая подготовка прокачана. И. Так. Изготовление... Что сделать? Сбрось пробнее. А как сбросить? Так. Ну тогда тактику боя ей поставим. А как ей сбросить-то? Никак. Ну, в данный момент. Так. Незаметное использование ей надо, да? Незаметное использование предметов. Так. Блин. Тоже 18 хитрости. Так. Легион разведчик. Сила камня. С помощью одной только воли для генерма может стать урон, как камень, где длинный троп. Перенести невзгоды. Что такое боль для того, кто уже мир? В этом режиме здоровье легионера увеличится к урону, который, тем не менее, скрещает наносливость. Благословение предков. Вот это хорошая тема. Ах ты, блин. Уровень 28. Наверное, учебником фокусов башня. Но время сейчас не было встречаться. Башня? Так. Гитарь. Калечишкий удар. Так. Парный удар. Калечиший удар можно поставить. Каратель. Тоже неплохо. Так. Поиск жизненалаженных точек. Отлично. Удар снизу. Так. Ну, ладно. В принципе, я пока... А, есть еще много дайднамиков. Ладно. Судар снизу. Так. Продвижение в бою. Ага. Отлично. Удал Миросердия. Пассивка. И приворот на смерть. Так. Все. Два очка я оставлю. Вот для вот этих дел. Может, все-таки, хитрость мы не сумеем прибавить. Так. И тактику ей. Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Сигун выборочная. Драчун. Лучник. Ой. Ага. Понятно. Ладно. На драчу не оставлю. Короче, тактику я автоматом делаю. Погнали. Сейчас некогда в башню уже возвращаться. Не сейчас. Надеюсь, затащим. Собрать отряд и отправиться дальше. Так. Досновная новая местность. Кэрл Хироу. Прекрасно. Так. Ну что ж. Я думаю, здесь сейчас будет немало, да? Повоевать. Погнали. Видно. Все красиво. Вот это мне, кстати, местность. А когда кто-то вступает в легионы мертвых, принято проводить пышную церемонию. Она называется похороны. Ну да. Но неужели там так же скучно и уныло, как на настоящих похоронах? Я имею ввиду, вы же никого не закапываете. Конечно. На гномних похоронах поют и Эль рекой течет. А заканчивается все оргией. Да ну. Ты шутишь? Ну конечно шучу. Да, любят у нас шутники таких с черным юмором. Так, если кто играл в Dragon Age Инквизицию, вот первый в подземелье, вот это мне напоминает. Там именно такая же архитектура была и что-то такое же все синее, короче. Так, ладно, смотрим. Вид на Кэрл Хироу. Я почти ничего не знаю о Кэрл Хироу, кроме того, что мне рассказали в регионе. Это было важное место. Школа всей касты кузнецов. Когда крепость пала, с ней были потерены и многие знания кузнецов. С тех пор ничего подобного к Кэрл Хироу гномы уже не строили. Так, прекрасно. Снимок экрана какой-то дали. Так, ну что же. Надеюсь, не сильно здесь будет надолго завязнуть. Погнали. Я уже вижу красные точки на карте. Генлоки у нас здесь. Порождение тьмы. Так, давайте разбираться, что у нас тут. Это Юка. Он тяжело ранен. С Игрум. Да, это я. Лежи спокойно, не говори ничего. Он тоже из Легиона. Да. Не думала, что мы найдем кого-то так далеко. У тебя есть лечебные травы? Нет. Я чувствую смерть. Это избавление радостно. Нет. У меня есть бинты. Я помогу. Послушай. Там матки. Они их плодят. Я видел целую армию. Надо их остановить. Но... Но... Берегись детей. Это одержимые. Даже среди порождений тьмы... Какие? Какие дети? Чьи дети? Простите за все. Да примут тебя предки, брат. Надо закончить то, что начал Легион. Уничтожить маток. Вперед. Так. Короче. Какие там матки, да? Суда не обновлено. По пути в Каркилова вы встретили еще одного воина из Легиона Мертвых. Тяжело раненый легионер по имени Юка подтвердил, что в недрах крепости матки плодят новую армию. Чтобы установить... Остановить эту армию, вы должны уничтожить их маток. Ну что ж. Печальная смерть. Отказался от лечения, конечно. Ну да ладно. Побежали. Ой! Ё-моё. Крикуны. Мы не так далеко отрели. Так. Хорошо. Ты забыл маток? Да, наверное, призапамятовал. Не помню. Ну, если это те, которые были с боссом, то будут проблемы серьезные у нас. Впереди. Ну, если я то, о чем я думаю. Так, понеслась. Ух ты! Сколько здесь много. Самое главное, чтобы магов не было. Атакуем. Помнишь, маток, болезни с миллионами титиков? Ну все, да-да-да, о них я и подумал. Все, я вспомнил. Ага. Благодарю. Так. Что-нибудь у нас здесь есть? Так, да, есть при парках. Ну, локация, я смотрю, пока довольно-таки линейная. Это хорошо. По воде бегать нельзя. А как на ту часть острова перебраться? Атакуем. А, вот, вижу мозг. На, держи тебе. Ах, не сработало. Вон там наш гном. Опа, зависло что-то. А, нет, зависло. Уровень повысили. Бумага нашла. Так, отлично. А я думал, подвисло. Хорошо, что нет. Так, я надеюсь, не будет этих зависаний, как раньше. Ты, я смотрю, мечтаешь, чтобы порождение этим и нас услышали. Что же трубу не захватил? Трубу не захватил. Вот тоже приколистка, да? Так, нам сюда. Да, нам сюда. Так, водопадик такой. Но сначала здесь еще побегаем, посмотрим. Так, здесь тупик. Да, молодцы дизайнеры, поработали как надо. Так, ящик. Не хватает умения. Так, я так думаю, она сейчас нам его не взломает. Спасибо тебе большое. Нам нужна хитрость срочно. Блин, а! Как так? Вот не люби... Вот эти дела мне не очень нравятся. Надо было самому начинать, ручникам. Чтобы взламывать всякие ящики. И не париться по этому поводу. Так. Хотя, тут, наверное, вряд ли в них что-то ценное есть, да? Как обычно. Так, значит, за одним ящиком еще вернемся. Если еще, наверное... Если дадут сюда, конечно, вернемся. 15-16 сердца. Как раз... Если... Ну, вряд ли, наверное, хватит для этих хитрости. Но посмотрим. Еще один запертый ящик. Так, надеюсь, что я не пожалею, что я этого, типа, оставил в городе. Может быть, даже надо было ограно. Так. Древние сапоги какие-то. Что это такое? Что за древние сапоги? Так, секунду, я проверю. Что за древние сапоги? Так, а где они? А, вот. Древние сапоги. Кожаные шнурки, которыми их подвязывались и клеили. Но их можно легко заменить. Ценность 0. Фигня какая-то. Ну, ладно. Допустим. Так, здесь тупик. Понеслась. Так, тут еще. Оооо, какая братва. Нет, холлировать не надо. Но если ты уверен, что это я пропущу, тогда можешь. Но если не уверен, то не надо. А то мне, я же не играл. Поэтому мне очень все интересно пока самому здесь. Будет сделано. Если пробегу что-то, тогда да. Сразу труби. Так. Что-то кругом все закрыто. Ага, это я как бы вот с обратной стороны принял. Так, еще один ящик. У нас вариант как, скорее всего, закрытый. А нет, открытый. Так, тут у нас что? Металлический каблевидный щит. Точильный камень. Подарочек. Неплохо. Неплохо. Так, и здесь везде тупик. Ладно, побежали дальше. Так. Какая-то башня впереди, да? До сих пор Легиону везло. Мы стали беспечны, самодовольны. И бросились по той лестнице на штурм главного входа. Это был полный провал. Порождение тьмы поджидали нас. Они использовали оборонительные сооружения в Тейге. А, ты про сапоги эти? А, ну про сапоги-то, конечно. Я думал, что-то здесь. Так. Уверен, на этот раз мы справимся. Надо сделать выводы из ошибки Легиона. Не ходить через главный вход. Есть другой вход. В большинстве старинных гномьих крепостей были потайные входы. Надо просто найти такой вход. Так, короче, она против, чтобы мы пошли через главный вход, да? Таких мне чудесней приходилось. С чего мы этому другу не можем пройти? Так, новый кодекс дитя. Так, почитаем, пока на паузе постоим. Судя по всему, дети чудовищенные мутанты по рождению тьмы. Они обращают в бегство даже Гарлоков, Генлоков и Огров. Эти чудовища появляются на свет с личинками, омерзительными червеподобными тварями, которые извиваются на земле. Только на этой стадии они выизвлены. Раздавить такую личинку, значит оказать мне большую услугу. Вот такие дела. Слушайте, а охотник неплохо, она у нас разгонится, тачится. Так, готово. Готово. Так, давайте здесь полутаем. Да, сапоги вроде можно отремонтировать где-то в Кауфире. Ну что ж, ладно. Это когда мы там будем? Надеюсь, ты будешь здесь, тогда и посмотрим. Ну давай я лучше запишу на всякий случай. Так, сапоги. Кэрл Киро. Ну только где конкретней? Так. И еще нам нужно найти потайной вход. Только я пока его не вижу. Так. Забираем весь лут. Видали уровень? Нет или это прошлое? Нет, это прошлое. Так, у нас маг прокачался. Что ему мы даем? Так. Магу мы усиленно тогда эту подготовку качаем. А, стоп, 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 стоп. Нет, давайте ему ману. Бонус к мане лучше сначала. Так, дальше. Так, а вот здесь вот непонятно. Ладно, здесь я потом подумаю. Ага, Джобик, привет еще раз. Ага, хорошо. Отлично. Так, длинный меч по рождению тьмы. 8.40. Неплохой. Так, спрятанный какой-то переключатель. А, вот у нас и переключатель. Ага. Так. Так, хорошо. Через главный зал нельзя, да? Ну вообще бы мне бы хотелось пойти через главный зал. Ну, е-мое. Ну, давайте на переключатель нажмем. Вау. Отлично. Так. Секундочку, погодите-ка. Я просто проверю, что там наверху. Хочется мне по этим лестницам пробежаться. Так, а наверху у нас, Кирилл, главный зал. Например, словно меч где-то и так далее. Так. Ага, понял. Так. Ну ладно, раз хочешь, чтобы обошли, давайте обойдем. На первый взгляд, бесполезно. Ну, в принципе, это всегда так. В башне есть потайные ходы. Хромовники потом полгода обню... ...выли каждую стенку. Веселуха! Ха-ха! Веселуха ему, блин. А вот у нас и потайной входик, да? Что ж, вперед. А эту кузницу надо найти в самом Кирилл. А, вот оно как. Так, значит, смотрите. Я там пропустил один сундук, блин. Ну, я надеюсь, может, дадут вернуться сюда потом или нет. Ну, ладно, уже не важно. У лучников без должной подготовки к ближнему бою выстрел может сорваться при получении урона. Так, ух ты! Красивый Калкиров, главный зал. Опа! Нифига там. Пятнадцатый уровень, Гарлаки. Обалдеть. Вперед. Вау! Прям в самый главный зал. Ну что ж, погнали! Так, мага на себя. На, держа. Ах, ты успел скастовать, гад. Готов. Это кто? О! Ой, да ладно! А главный зал у нас там, да, я так понимаю, был? Да, вон там вот вход. Так, отлично. Так, гранат. Помните за гранатами сколько бегали? Искали их. Хозяин голема. Ох ты, жезл управления големом у нас. Опа! Весь жезл покрыт гномими и рунами. Так. А как ими управлять? Каменный голем. Ну, этого мы убили. Так, кольчуга. Сильверит. Гарлак. Малоселебная припарка. Вроде все. Да, это трудно забыть, сколько мы бегали из Арзамара в Арзамар. Из Арзамара туда-сюда. Так, сначала... Куда пойдем-то? Я чуть понять не могу. Э-э-э, прихожая. Э-э-э, погодите. Давайте вниз спустимся, проверим тогда. Что за прихожая. Я так понимаю, главный зал. Каменный голем. Еще один. А его как-то можно им управлять? А, не, этот убит. Сапфир. Погнали. Да ладно. Ой-ой-ой. Куда-кида-кида-кида. А! Мы пошли там, где враги. То бишь, отсюда, да, я так понимаю, с главного зала. Параметр магии влияет на эффективность зелий. Также он определяет магическую силу мага. А, ну все, понятно. Ну, смысл этого входа не очень велик. Поэтому ладно. Так, я надеюсь, там вещи не исчезли. Еще ловушка сработала. Что-то я зря ломанулся. Конечно, надо было проверить. Нет, вещи не исчезли. Так, ловушка это вот эти, да? Скорее всего. Ну-ка. Умеешь у нас ловушки? А, нет, это не ловушка. Так, ладно, все. Ну, я пока не вижу смысл было у этого обхода. В принципе, можно было из центрального зала ломануть. Ох ты ж, блин, а. Вау. А она что у нас, ловушки не ищет, что ли? Я и не прокачал, видать. Поэтому я бегаю по ловушкам, где и вижу ничего. Ладно, здесь больше ничего нет, уходим. Так, получается, отсюда нам коррекирует блоковой вход. О, это отсюда нам сюда, что ли? А, это мы оттуда пришли, понятно. Вау, видели? Голем побежал, да ладно? Прикольно. Так, там где-то маг был. О, да. Голем и магов боятся. Вот это весело. Так, смотрим, что тут есть. Сундук, надеюсь, открытый, открытый. Так, тяжелый металлический щит и тяжелый гномий доспех. Потрясающе. Собираем. Слушайте, весело. Так, голем, а ты с нами пойдешь, нет? Не, он пошел назад. Жаль. Отлично. Можно было бы с собой такого, да, взять? Голема-то. Смотрите, да, прикольно. Слушайте, биовары вообще... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И ловушка сработала. Блин. Косяк, косяк. Ещё одна ловушка. Она, короче, ловушки не ищет, ей надо прокачать. Так, тут свиток какой-то. Что за свиток? Видать, для квеста нужно. Отлично. Так, копия руны шедевра паралича, копия руны совершенного паралича. Ээээ, частные документы. Нет, здесь просто руны. Так, а куда идти-то, я не понял. Уже вроде везде тупик. А, понятно, с той стороны теперь сюда. Ага. Вот оно, как дело обстоит. Так, ну что ж, смотрим, что у нас здесь. Ну, как красиво всё сделано, а? Вот эти оттенки. Опа! Память камня, да? А ты уничтожил амулет Андерса в Арамонтайне? Амулет, да, уничтожил. Не амулет, а как там? Не амулет, а как называется? Профи вон, которая. Да, да, я его спас. С храмовниками там подрался. Профи вон, что вы не пустое место. Покажите, что вы достойны зваться воинами. Пусть камень дрожит от гроба ваших шагов. Бой! Слушайте, прикольно. Прикольно, ладно. Так, куда дальше двигаем? Смотрим сначала, что здесь. Ой! Тихо-тихо-тихо. Ничего себе. Прям на коле нарываешься, у тебя жизнь не пугает. Поколение за поколением. Они вам говорили, что... Короче, здесь только сюда. Филактерию, да, я уничтожил. А, по-моему, я ее и не нашел там, если честно. Я не помню. Ну, короче, квест я тут завершил. По-моему, ее там и не было. Так, куча костей. Так, слушайте, что тут происходит? Так, копия руныши. Так, ладно, это все. Руны, руны, руны. Куча костей. Треснувший нагрудник. А, нагрудник. Это вот, про который ты вещи, да, говорил? Потом нужно будет делать в храме. Понятно. Так, куда нас карта вообще ведет? Ага, в эту сторону. Ясно. Надо их догнать. Я не хочу тут сидеть и ждать, когда меня сожрут чудовища. Опа! Паучки! Помню таких. Так, затащили. Затащили. Насколько грамотно все сделано, а? Так, можно пойти сюда, можно пойти туда. Так, записка какая-то. Так, что за записка? Я это сделаю. Рапорт разведчика. Вот это интересно. Укрепление пали. Големы погибли. Путь от колонка дошел до каутирова открыт. Через три, самое больше четыре дня по рождению мы будем каутировать. Готовьте тейк к обороне. Ага. Да уж. Ладно, идем дальше. Я так понимаю, нам сюда. Но тут, в принципе, только в одно место. Кругом тупики. Так, это кто? О, разговаривает. Слышали, да? Это что-то новое. Не знаю тебе давно. Так, кодекс обновлен. Послушники. Это порождение тьмы, которые обрели разум, пройдя некоторое подобие пробуждения, после которого они выбирают себе имена. Они хитрые, сильны и обладают властью над непробужденными порождениями тьмы. Послушники разделены на две враждующие группы. Одни служат архитектору, другие матери. Так, а вот это интересно, кто такие. Позже разберем. Так, еще сюда можно пойти. Здесь у нас закрытый сундук, е-мое. Так. Ну-ка. Наверное, не хватит опыта. А, нет флакила. Большой щит порождение тьмы. А, ну кто тебе из рогов нравится? Сигнум или Натадель? А, ну, пока как бы тот и тот отличный. Я просто, мне нравится лучше. Скорее всего, наверное, в Dragon Age 2 я, может быть, даже лучше. Что-то мне вот не нравится, что тут надо вот это разделение, что сломание зонтов и так далее. Как бы, Валдургейт маленько по-другому, не привык я к этому. Вот, ну вообще, как бы, пока тот и тот тачит. Они как бы вроде роги, а классы не разные. Ну, то есть, в плане тот лучник, а это... Ой-ё-ё-ё-ё, а это с двойными клинками. Довольно-таки мощный. Я как бы знал, что парное оружие именно у рога, оно тачит в игре. Вот, причем очень сильно. Нифига себе, Макс здесь же надел. Ай, бой здесь. А ты что, импортировать во вторую часть не будешь перса? А разве во вторую часть можно перса импортировать? Там же, по-моему, ты играешь со всем другим персонажем. Там же это, как сказать... Хоук или как его там зовут-то? Там же другой персонаж. По сюжету. Там же... Так. Чё-то я запутался, куда нам идти? Так. Разве импортировать можно? По-моему, уже нельзя. Я не знаю точно. Это видим. Ну, во вторую часть я буду играть, но когда это будет, то тут естественно. Ну, точно совсем не споро. Так. Какая-то книжка. Давайте почитаем. Заплеснили вы дневник. Дневник Дейлона. Ага. Даже так. О, отлично. Два Плутаница. Потеряно еще несколько тегов на юг. Пали теги Варен и Кейл Барош. Погибло 4000 гномов. Порождение их мы уже почти у воротка ауктировано. С крепости надо уходить. Четыре Плутаница. Все готовятся уходить в Арзамар. Многие знатны в ужасе, поскольку Арзамар, торговый город, почти под самой поверхностью. Они боятся, что испарение с поверхности отнимут чувство камня. Чушь какая-то. Зато Арзамас обороняется гораздо проще. Семь Плутаница. По-моему, семь Плутаница это года, да, дорогой? Дописано. А, нет. Разведчики видели Орду. Она огромная, чтобы выиграть время. Командиры приказали отправляться в путь прямо сейчас, взяв лишь самое необходимое. Семь Плутаница. Дописано. Я вызвала остаться вместе еще со многими воинами. Мы будем сдерживать порождение тьмы, чтобы остальные могли уйти. Да, смело лица над нами вверх. Девять Плутаница. Неприкасаемые тоже остались тут в панике. О них никто не вспомнил. Их около полутысячи. Если хотя бы половину убедить сражаться, получится настоящая армия. Шанс что-то изменить мал, но он есть. Десять Плутаница. Двести гномов. Молю предков, чтобы двухсот было достаточно. Обалдеть. Пятнадцать Плутаницев. Рождение тьмы загнали нас во внутреннюю крепость. Нас осталось совсем немного, но мы уже пять дней держим натиск. Без неприкасаемых мы бы не справились. Нет. Теперь звать их неприкасаемыми не подобает. Их жертва не должна быть. Забы. А ты что импортируешь? Но события перенести он имел в виду, наверное. Да. В GGF. Там же, по-моему, события-то переносится. Там же события можно перевести не только с помощью сейвов. А там же у BioWare разработали специальную систему переноса действий. Как она там называется? Данжион Кипер, что ли? Или Кип, по-моему. Я не помню точно. Сейчас же новая система переноса действий. Даже можно не играя в игру, в импизицию свою историю создать. Либо во второй части историю создать. Как бы, да, я сейвы перенесу, что-то там создаться, что-то подправлю и так далее. Сейчас же, они же там свою тему разработали. Это оружие из оружейных Кэл Хирола. Есть здесь добровольцы, которые скорее умрут, чем сдадутся? Проваливай. Ты бросили нас умирать. Да! Мы лучше тебя убьем и заберем оружие. Значит, вы убьете того единственного, кто счел вас достойными сражаться за Кэл Хирол. А потом умрете, как трусы. Вы этого хотите? Или хотите показать, чего вы стоите? Да уж. Dragon Age Keep. Да-да-да, Dragon Age Keep. Привет, привет, герои. Так, ладно, пошли дальше. Санцы бросили нас. А он теперь хочет, чтобы мы еще и прикрыли их отступление. Мы все равно умрем. Тейлон дает нам шанс доказать, что мы не пустое место. Мы не заберем оружие. И тряпка. Кое-кто из нас собирается на поверхность. Пойдешь с нами? Нет. Хоть раз в жизни я хочу поступить правильно. Так, я так понимаю, гномы смотались, да, из всей этой ситуации. Так, ящик, блин, закрыт. Не вышло. А можно оставить меня в покое на этот раз? Нет, нельзя. Пока не научишься взламывать ящик. Ё-моё. Так. Торговый район не пропустил. Что за торговый район? Скелет пропитанный лириумом. Лириум на песок. Новое задание. Бомбу даешь. Так. Вы нашли лириум на песок. Он может быть полезен в умелых руках. А, башню бедения. Отлично. Блин, ну как так? Мерзавцы бросили нас. А он теперь хочет, чтобы мы... Так, ну, погнали. Кирюха, не говори загадками. Ты знаешь, что я не играл. Торговый район не пропустил. Ты о чем он говорит? Для меня это загадка. Ой. Это я. Ежа, затащили. Так, неплохо. Интересно, Биовары захочет переиздать ромастера первую-вторую части на... На PlayStation вот этих новых четвертых и в Xbox. Вот это было бы интересно, да? Кому может быть. Так. Торговый район, это где железо для чего-то. Да вот не знаю. Ты здесь это имеешь в виду? Про что ты? Общинные залы, трущобы, вестибюль, прихожая для солдат башни. Ты имеешь в виду это в этой локации или где? Кирюха, ты о чем вообще говоришь? Я тебя не понимаю. Если здесь, я все оббегаю. Ну иди этот торговый район искать. Так. Вестибюль, прихожая. В этой локации, трущобы. Нет, видать, я еще в торговом районе не был. Нету ничего. Так, это мы наверху оказались. Смотри внимательно. Ты же смотришь стрим. Я, потому что, как бы, здесь-то я не играл. Я не знаю, что здесь есть. А вы знаете. Если что-то пропустил, сразу труби. Потому что мог и пропустить. Но вообще, как бы, я все оббегаю, внимательно стараюсь смотреть. Поэтому я тыркаюсь туда-сюда, туда-сюда. Сматриваю каждую щель. Вот то, что я ящики пропускаю, которые закрыты, меня это напрягает. Ну что? Пропустил, не пропустил, как думаешь? Так, вот здесь еще можно пойти. Направо. Так. Понеслась. Ах ты ж, блин, а! Гад. Так, я мага на себя. Куда ж мотался ты, иди сюда. Ох ты, маг какой, вы, смотрите-ка, а! Да, блин, встать не дает. Ну ты че, родной, давай вот еще. На, держи, говно. Блин. На тебе, говно! Ох, красиво! А вот это было красиво. Вот это было вообще ништяк. Так. Смотрим дальше, что у нас здесь. Не пропустил, да? Ну я тоже, думаю, не пропустил. Просто я стараюсь внимательно все передвигать, все смотреть. Так, негодный молот, посох бодрости. Вау! Хорош. Мы будем позже разбираться, уже кучу времени потратиться. Так, что у нас тут? Так. Можно здесь подняться наверх. Вот, посмотрим, что тут. Ящик, надеюсь, не закрыт? Нет, не закрыт. А, большой меч какой-то всего лишь на 100. Ну уж могли что-то хотя бы здесь такое, в принципе, положить и помощнее, чем меч на продажу. Так, ну все, вроде все собрал. Убегаем. Убегаем. Так, что у нас это? Carol Hero, торговый квартал. А, ну вот торговый квартал. Как ты мог спросить, пропустил или не пропустил? Я же здесь вообще не был. Так, сохраняемся. Торговый квартал. Будем смотреть, что там. При выборе целей врагов привлекает более тяжелый доспех. Если на вас легкий доспех, противники, скорее всего, накинутся на ваших спутников. Так, еще один говорящий здесь у них. Сохранение игры. Планы на ночь. Так, задание обновлено. Уничтожить маток в Галкирове. Так, пробиваясь Галкиров, где гнездятся матки, вы столкнулись с отрядом порождений тьмы. Кажется, он тоже шел в крепость и вел бой с другими порождений тьмы. Но ваша главная задача разыскать маток. Поэтому вы должны спешить. Планы на ночь. Поспать. Поспать. С ножом под подушкой. Так, смотрим на карту. Значит, можно направо и налево и прямо так. Горячая дамочка. Огрен, я серьезно. Какой смысл? Я же в легионе мертвых. Ничего серьезного у нас не получится. А я о чем? Ничего серьезного. Только ради удовольствия. Так, кто на меня сагрился? Вижу. На, держи. Огрен у нас, как всегда, шутничек, да? Заигрывать и шутить. Так, сарковак хирова. О, настенная гравюра какая-то. Так, интересное место. Синие солдаты хиров и архитекторы, да? Так, свитки шутить. Копия руны. Так, ладно. Голема можно оживить? Нет, к сожалению, почему-то не получается. Так, сарковак. Тяжелый молот, поезд скалфировал. А вот поезд хорош. Поезд хороший. Ох, ты вообще хорош. Ну ладно, позже будем разбираться. То и так много времени. Опа! Здрасте, а вы-то что ожили? Големы. Ну атакуй-то, что ты стоишь, е-мое. Вот что мой персонаж, смотрите, творит. Вот это вот, вот что за баги вот эти. Они были, что горят. Его, смотрите, просто тупо ходят и все. То есть я ему приказываю атаковать, а он ничего не может сделать. Вот это напрягает. Вот про это баг я имею. Вот его так и не исправили. Так, малоледяной бальзам. Стальной голем. Получено 2 золотых. Так, настенная гравюра. Совершенный Хироу. Совершенный Хироу был рожден в касте воинов. Он прекрасно владел оружием и искусством стратегии. Но этого ему было мало. Хироу верил, что рожден вне системы касты, может выбрать любую долю воинов. Кузнецы и даже аристократа. Он не остановился, пока не изучил искусство войны, кузнечное дело и управление. Он был странным гномом, может быть даже безумным. Поговаривали, что на испытаниях его слишком часто били по голове. Однако Хироу добивался всех поставленных целей. Лучшие кузнецы и воины были его учителем. И он достиг таких успехов, что совету просто пришлось сделать его совершенно. Так был основан знатый дом Хироу. Так, о чем там мне написали? Синий солдат и архитектор, и красный солдат и матки. Дарт, это ты о чем? Не понял тебя, Маленька. Это впереди что ли будет? Этот баг даже в масс-эффекте есть, только там даже на забор залезть можно. Но слезть, вот это было тяжко. Да, я помню Кирюхой, да. К сожалению, не есть такая тема. Так. Ну вот как-то его даже не поправили. Неужели корявость разработчика? Ну вот в Инквизиции, например, я вот этого бага не наблюдал, когда вы на Искуссмане играли. А тут прям что-то как-то все печально. Надеюсь, во второй части такого не будет. Так, а вот здесь дверь закрытая. Ну тут вообще-то что-то есть. Ладно, вперед на мост. А, вопрос Кирилла я ответил. Понятно. Понеслась. Смотрите, они с друг с другом, по-моему, воюют. Нет? Да, они воюют друг с другом. О, Гаситель Мора, достижение какое-то у меня разблокировал. Что за достижение? За Гаситель Мора. Наверное, убить сколько-нибудь тучу там Моровских бойцов. Давненько достижения никакие не получал. Так. Пусть там пока разбираются. Ошибка. Вмешиваться не будем. Давайте глядеть, что у нас здесь пропустили. Так, здесь у нас что-то особо ничего нету, да? Ну, они дерутся за власть, что матка, что архитектор. А, понятно. Так, вроде ничего нету, погнали. А, нет. Нет, есть. Можно пойти сюда. Так, а куда нас этот зал выведет? А, он выведет нас сюда вниз. Так. Хорошо. Давайте налево, вперед. Загасим тех типов. Так, ну, вроде неплохо, да? Так, дайте пройти. Я еще помню, в Масс-эффекте был, да, баг, вот, залезешь куда-нибудь на текстуру, а вывести не можешь. Если, например, не сохранялся, то все, приходилось загружаться. В текстуре зависал. Сейчас почему-то вспомнил, у меня был неприятный момент с этим делом, а я с этим делом. И главное, я не сохранялся очень давно. Печально было. Мало аптечка. Так, забираем. Так, а куда идем-то? Я что-то понять не могу. Пойти можно сюда. Кузница какая-то. Так, может, тогда сюда вниз сначала с бегом? Я не уверен. Может, тут уже сюжетное что-то? Блин. Не знаю. Так, а что у нас здесь? Так, здесь у нас еще что-то есть. Так, гравированные серебряные наручки. Подарочек. Блин, закрытый ящик. Не вышло. Не вышло, да? Залежины вильюма. Отлично. Так. Откроется, интересно, этот ящик или нет? Сию минуту. Тик, блин. Шли, шли и ушли. Шли, шли, ушли. Блин, просто надо было все-таки гнома, наверное, убрать. Прошло. Так, может, ей уровень подняли? Нет, пока еще. Обидно, обидно. Обидно. Ну ладно. Так, ну что? Куда идем? Куда пойдем? Там сюжет или не сюжет? Куда сходим? Сюда вниз сначала? Или вот здесь вот, кузница? Скорее всего, уже что-то сюжетное будет, я так понимаю, да? Тогда я вернусь. Я еще внизу там не был. Я вроде спросил, никто не ответил. Помните, что ли? Так, вот здесь вот я не был. Так, мемориальный знак. Не хочу, чтобы они их забыли. Вау, здесь Огар. Да ладно. Мемориальный знак. Мемориальный знак. Мемориальный знак. Новое задание. Ага. Вернуть гномам скрижаль Даниилана. Ух ты. Убегая из Келл Хирола, гномы бросили неприкасаемых на произвол судьбы. Воин Дейлон, который остался оборонять Тейк, вдохновил неприкасаемых на битву и записал их имена на каменные скрижали. Выходцам из Арзамара, Волдрику и Творкену, будет интересно взглянуть на эту скрижаль. Понятно, они у нас находятся, по-моему, в башне. Умерших. Умерших воинами? Он хотел, чтобы их помнили как настоящих воинов из воинской касты. И глядите, он выбил их имена на скрижале. Всех до единого. Нельзя оставлять ее здесь. Надо как-то почтить память тех, кто погиб здесь. Так, понятно. Так, сломанный меч. Слушай, ну торговый квартал почти заочистили, но я ничего не нашел. Где здесь эту руду-то искать? Слушай, она случайно не была ли в закрытых сундуках? Блин, может... Так. После прохождения эта локация мне... Я пишу, чтобы Андрей не читал. Да, я все равно буду читать чат в любом случае. Поэтому не надо сильно там спойлерить. Если хочешь что-то написать, напиши приват человеку. Правой кнопкой мыши на ней нажми, написать приватный. Тогда я вообще не увижу сообщения. И никто не увидит. Да, увидит только человек, которому ты написал. Я пройду-ка до эту локацию. Я смогу сюда вернуться потом? Или я тогда сейчас вернусь за Некелем? Я пропустил кучу ящиков закрытых. А возможно там были вещи, которые нам нужны для башни. Кирюх, а ты же мне говорил, что там вещи собирать здесь. После завершения квеста я смогу вернуться здесь в ящики эти открыть или нет? Да, вроде или точно. Да, ты уверен, что вернешься? Что я смогу вернуться? Почистить потом здесь побегать, если что? Мне это не прикалывает такая тема. Я уже 4 ящика закрытых допустил. А вдруг там какие-то квестовые предметы были? Хотя мало вероятно, но все же. Вернуться дадут, да? Вроде или точно. Или не помню, блин. Вот это меня смущает вроде. Поэтому если хотите, чтобы я не прочитал, пишите им приват друг к другу. И все, и никто не увидит об этом. Понеслась. Как-то я не помню, меня тоже ответ не вдохновляет. Кирюха, а ты не помнишь? Начали. Блин, Серега еще где-то был. Серега, ты здесь, нет? Потому что если вернуться не дадут, тогда проще вернуться нам назад. Отлично. Так, залежи железа. Так. А, вот, железная руда. Прекрасно. Так, задание обновлено. Найти залежи минералов. Так, вы нашли залежи железной руды, которая должна выйти до изготовления оружия для солдат. Продолжайте войск минералов. Ну, не дай бог, в этих закрытых сундуках были эти металлы. Еще один закрытый сундук. Блин, меня это напрягает. Отлично, молодец. Хоть этот открыл. Так, руна, металлический чит. Я точно не помню. Короче, никто не помнит. Значит, надо было все-таки гнома убирать. Блин, а. Так. Стоп. Там, стоп. Сюда нам нужно идти, а я что-то здесь пропустил. Так, там еще ящики кругом. Давайте посмотрим, что в этих ящиках. Я вообще эту локацию ненавижу, как все глубины тропа. А мне, наоборот, эта локация нравится. Я это сделаю. Так. В общем, в городе, в принципе... Ну, не все пока на данный мне нравятся, но здесь круто. Так, емкость с лириумом. О, лириум у церкви исключительное право на весе лириум в гномих шахтах. Всякий, кто попытается его обойти, будет убит. А сами гномы не возражают? Контрабандисты? Да, это точно. Раньше я был хорошим маленьким адрастианином. Читал молитвы, каялся в грехах и все такое прочее. А нет другого выхода. Жить под заборным магом? Стряпать для крестьян любовное зелье? И надеяться, что никто ничего не заметит? Могло быть и хуже. Например, я мог стать усмиренным и торговаться до одурения за волшебные палочки. Или мог бы оказаться у кунари. Слышал, они своих магов держат на цепи. Или я мог умереть, а быть покойником плохо. А ты серый страж. Точно. Смерть порождением тьмы. Ура! И еще вопрос на ту же тему. Что делают серые стражи, когда кругом нет озверелых порождений тьмы? Ну там, бывают ли пирушки? Мы ездим по всему свету. Захватываем небольшие королевства или как? Мы будем на чеку. Надеюсь, кто-нибудь время от времени будет сметать паутину. Займусь-ка я вязанием. Буду каждую сатиналью командиру хромовников шарфик присылать. Если только до того какой-нибудь огр мною не подкрепится. Впрочем, я оптимист. Да, оптимист еще тот, е-мое. Так. Что здесь еще интересного? Так. Опа! Сломанный топор. Что за сломанный топор? Вот это интересная новая механика. Весь вот так вот собирать. Такого как-то я не помню. Вори Джинс. Так. Здесь у нас что? Так, кучу рун уже набрал. Со всем этим, конечно, придется скоро разбираться. Да, не ожидал, что такая здесь локация будет идти на полтора часа. Вот это да. А еще даже не дошли до конца. Но прерывать не будем. Так. Ага. А вот и кузница. Отремонтировать снаряжение. Так, стоп. Сохраняемся. Смотрим. Будет сделать. Вы кладете словное снаряжение на наковальню. И че? Отремонтированное снаряжение. Убийца наследника. Вау. Калок меч. Валос Атрадум. Ох ты. Двуручка. Хороша. Один к восстановлению здоровья в бою. Так. На коленеке защиты Хирола. На грудник защиты Хирола. Так. Ну что ж. Прекрасно. Вам нечего ремонтировать. Так. Давайте сразу же двуручку применим. Отдать ее гному. Огрону. Так. Где она? У него тоже она, конечно, хороша. Но моя помощь не будет. Ну вот. У той модификатор, конечно, критического удара выше. Пробивание брони 1575. Пробивкатор силы. Шанс оглушить. Блин. Тут думать надо. Ладно. Наду ручку. Нашли. Да. Нашли. Так. И. 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 Доспект Легиона. Пчатки Легиона. Так. Ладно. Потом разберемся. Время. Блин. Палка уже сильно затянули. Там. Вам нечего ремонтировать. Все. Это есть наковальня? Да. Я так понимаю, сюда можно приносить будут вещи и их делать, да? Уходим. Так. Здесь, я так понимаю, все, да? Так. Ну что ж, надеюсь... А, стоп. Куда побежал? Надеюсь, сюда дадут еще вернуться. Так. Сохранение игры произошло. Видать, сейчас здесь будет финальная битва. Хотя не факт. Мощного гара. Поехали. Так. Гарлок-возак. Беру на себя. О, смотрите. Кто-то в клетке сидит. На тебе щитом. Сейчас ты погибнет. Помогите. Помогите. Так. Кого-то нужно спасти, да? Так. Сейчас спасем. Секунду. Бегом. Еще одна наковальня. Так. Сахаром. Хвости какие-то. Частные документы забираем. Так, а что? Отойдите. Дайте пройти. Так. Я так понимаю, здесь все. А нет, здесь еще не все. Тут вон еще. Идти, идти, идти. Понятно. Короче, отсюда. О, еще, короче, бродить и бродить. Ты ведь не читал. Конечно же читал. Так, а что за наковальня? Это наковальня должно быть ужасно старое. В наше время их делают совсем по-другому. Бранка мне это однажды объясняла. Но будь я дохлым нагом, если помню, что говорила эта чокнутая карпия. Ты до сих пор не забыл Бранку? Слушай, я знаю, что ее больше нет. Знаю. Понятно? Только иногда мне... На, пропади, оно все пропадом. А как же Фельз, разве ты ее не любил? Недостаточно. Она меня бросила. И мальца сбрала. Я ее не виню. Только глянь на меня. Скулю точно слепой щенок в корзинке. Пойдем-ка перемелим в фарш парочку по рождению тьмы. Короче, сейчас Огры не одобрит. Я переговорю с ним. Все скверно словит наш маленький гном. Да, Серега, нет, нет, нет. Давай, как мельцепо. Я не хочу, чтобы он меня одобрял. Неудачно как-то я с ним переговорил. Да, в порядке. Просто эта штука напомнила мне обранки. Только и всего. Слушай, я знаю, что ее больше нет. Знаю. Понятно? Только иногда мне... Ты воин, вот и держись, как подобает воину или понимаю. Ну-ка. Опять недоволен, что ли? А, нет, одобряет. Плюс 8. Так, и сразу же еще навык дали. Вдохновление, средний бонус к силе. Неплохо. Ну что же, ладно, так и оставим. Теперь давайте спасать этого типа. Ой, как время уже затянул. Так, давайте спасать. А, кто ты? Стэфан. Хвала создателю. Как я рад увидеть хоть кого-то, кроме этих чудовищ. Пожалуйста, ради Создателя, выпустите меня. Я больше ни минуты не выдержусь с этими тварями. Ты говоришь о порождениях тьмы? Конечно, о порождениях тьмы. Ты что, здесь еще кого-нибудь видишь? Ха. Тогда почему они тебя не пришибли? И, кстати, а что ты здесь делаешь? Я слышал, как Колберт говорил о щели. И подумал, что могу проникнуть в тыл порождения тьмы и поискать сокровища. И я нашел кое-что. Здесь. Пока порождения тьмы меня не поймали. Ах ты вор! Эта вещь принадлежит гномьему народу. Они же ушли отсюда и не защищали ее. Это не воровство, если они ее бросили. Можете взять это. Только выпустите. Мне это больше не нужно. От него одни неприятности. Что он там нашел-то? Так, можно убить его, кстати. Так, что ж ты нашел? Я... Я не знаю, но выглядит ценным. У меня нюх на такие вещи, уж поверьте. Вот. Все, что я хочу, это выйти отсюда. Так. По-моему, честно сделаю. Так, выпустить тебя нет. Так, все перезар... Перезар... Че перезар... Перезаражаешь? Перезаражаешь, убить его. Да ладно. Не, да, я выпущу. Спасибо. Жизнь мне дороже этой штуковины. Вот, держите. Так. Отлично ты свободен, не погибни на радостях. Спасибо. Тысячу раз спасибо. Может быть, еще и встретимся. Так, а что он нам дал? Надо посмотреть, найти, что он нам дал. Короче, дал какую-то штуку, да? Ну, непонятно какой. Ладно. Это даже у нас они квест. Побежали дальше. А, я всегда убивал. Так, ты про эту... Про этого типа что ли? Да ладно. Дитя малек. Офигеть, это кто такие? Так, дети. Ага. Когда личинка пожирает плотью битву по рождению тьмы, с ней происходит разительная перемена. Со звуком рвущейся плоти из ее тела быстро вырастают ноги. Теперь дитя может преследовать свою добычу, развивая невероятную скорость. Понятно. И дали за это ядовитый экстракт. Так, ладно, понеслась. Куда идти-то? Так, здесь у нас ничего нет. А, про Бранку он. А, понятно. Я что-то сразу не допетрил. Так. Можно пойти сюда. А, как сюда-то пойти? А, вот. Опа. Здесь у нас что-то интересное. Так. Короче, рунический камень какой-то. Так, здесь заголоволомка, да, походу? Мне так кажется. Да, загадка, скорее всего. Так. Это что у нас? Могила какая-то. Так, ну давайте смотреть. Я это сделаю. И чё? А, нужно, видать, в какой-то последовательности нажать. Ага. Так, может быть, они по цветам отличаются? Блин, ну времени вообще сейчас некогда, конечно, думать. Так. Блин. Как не вовремя, а? Так, красная... Так, вот этот символ. Ага. Так. Тут такой символ. Так. Так, сработало? Или не сработало? А, он символы меняет, когда я нажимаю. Ага. Стрим ещё будет. Да, сегодня будет. Так, он меняет символы. Короче, понятно. Так. Так, и что это даёт, к примеру? Так. Вот здесь одинаковый символ. Здесь разный. Такой. Такой. Дарт, ты не помнишь, как эта головоломка решает? Просто времени нет уже. Два часа почти записи. Это сильно долго. Так. Ну я вижу, что меняется символ. Но символ на... Так. Здесь кругленький. Так. Нет, ну этот явно не сюда. Я это сделаю. Так. Два раза нажать нельзя. Так, жёлтая там, значит вот эта вторая. Отлично, всё. Ага, готово. Так, что у нас здесь? Пока непонятно, что у нас здесь забрать не могу. А, вот, саркофаг. Так, перчатки из защиты Хирола. Так, мы уже почти весь доспех Хирола. Я её вообще не проходил или проходил на дужагатке, я не помню. А всё, уже сделали. Там, в принципе, понятно. Надо было символы нажать в том порядке, в котором нарисовано. Так, 4 в силе, 4 в шансу, неплохо. Так, из 8 золотых. Так, ладно, отлично. Ну, блин, времени нету, мать. Ужали дальше. Сохраняемся. Эх, надо было на 2 части разделить. Ну, ладно, уже. Можно об этом думать. Серёва очень долго будет обрабатываться. Так. Вот здесь. Опа! Это что такое? Личинки, дитя. Убей его, убей. Так, готово. У них ядовитые экстракты. Ага, отлично. Так, интересно, далеко ещё до конца нет? Ваза какая-то. Так. Ох, ты ж блин. Дарт, ну, скорее всего, этот класс не помнишь. Потому что для сюжета он основной. То есть его как бы обязаловка надо проходить. Вот. Если все дополнительные можно и пропускать, вот, то этот надо проходить по-любому, потому что он находится в сюжете. Так, ещё один ящик. Открыт, открыт. Так, огненная стрела. Так, надеюсь, я ничего не пропустил. Офигеть. Так, куда идти? Направо, налево? Непонятно. Так. Если пойду сюда, окажусь здесь. А если пойду туда, пойду по низу. Давайте здесь пойду. Ох ты ж, блин, а. Ах ты ж, смотрите, меня съели. Вставай, давай. Нормалёк. Нормалёк. Так. Куча костей. Ну, я думаю, здесь ещё сейчас буду, да. Мерзко-пакостные твари, а. Зажёвать только в путь. Так, давайте, короче, их тут набер... А. Не, надо вывести, а то там толпа какая-то стоит. Так, мне уровень дали. Неплохо. Но будем потом разбираться. Так, дали уровень. Это кто там разручался? Слышите? А, вот сюда нам... А, это выход, кстати. А, интересно, а кто это кричит? О, да не видишь. А, вот у нас кто-то, а они бьют свои джи. Так, а тут у нас что? Кэрол Кироу нижние пределы. Да ладно, вы шутите, это ещё не всё, что ли? Так, тут ещё какие-то, оказывается... Ой! Ой-ой-ой, что я наделал? Это ещё не всё, оказывается. Ещё и нижние пределы у нас здесь. Обалдеть, об этом я не знал. Так, назад. Это, оказывается, ещё совсем не всё. Та система, например, Кварианс не может носить тот человек и так далее. Ну да, как бы. Ну, может быть, потому что со временем всё меняется. Всё-таки, как бы... Хотя система своя применена. Блин, это ещё не всё. Да, ты не понишь, там большая нижние пределы локации или нет? Так. А здесь у нас выход какой-то. А куда нас выход приведёт? Ну-ка. Наверное, выход отсюда. Опа! Это мы вышли с другой стороны. Ага! Здесь-то я и смогу... Всё, я понял, где мы появились. Здесь я сейчас и поменяю персонажа и как раз сбегаю, возьму ящик, который не взял. Но это сделаю я сам уже, без записи. Так. Сейчас нам нужно с вами вот сюда проверить, что у нас здесь. Эту локацию он не пропустил. Так, назад. О, а вот у нас и рычаг. Куда убежал главный монстр. Да. Так, это у нас открыло эту зону. Так, нет, назад-назад. Да. Тут, да, да, я с тобой согласен, конечно, но... Видишь, своя система может быть. Да, ну... Конечно, это их уже, как бы, умы и дело, как говорится, но... Если бы разделяли, конечно, то было бы, да, повеселее всё бы. Так, так. Но, с другой стороны, как бы, я... Меня это вообще не понимает. Так, а, здесь всего лишь-то квадратное... О, ой, сколько здесь сундуков. Надеюсь, они открыты. Да, они открыты. Смотрите, у меня сколько уже места. Тяжёлые гноми перчатки. Ладно, всё, будем разбираться потом. Ух ты, защита Хирола. Так, у меня полностью доспеки Хирола собраны. Хорошо, кому я их одену, это я уже потом посмотрю. Поспошно ваза тут. Ваз золотых. Так. Вау, неплохо. Слушайте, какую я зону чуть-то не пропустил, а? Вот это да. Отлично. Так, всё. Да, всё получается. Ха. Я думал, отсюда мы сюда пойдём. А нет, здесь всего лишь, оказывается, вот такая вот комната. Да, карта-то не маленькая. Карта не маленькая. Так. Что у нас здесь? Ну, здесь всё. Ну. Уходим. Ну что ж, друзья, кто смотрит записи, серия получилась почти два часа. Я не ожидал, что такая сильно будет локация после тех маленьких, да. Ну, обработка займёт, как минимум, наверное, день, если не два. Ну что ж, на этом прервёмся. Я, потому что я не знаю, сколько там внизу ещё проходить. Там по-любому ещё какие-нибудь сюжетные диалоги. Я говорю, нет, я старался пробегать эту локацию, потому что узнал с Арсамара, что глубинный троп это попу страданий. Долгий, отчаянный смех, когда я перешёл в Арсамар и непонятно. Вот. Я не знаю, сколько здесь ещё бродить. Может быть, здесь уже внизу будет сюжетный квест, но не факт. Не факт. И я ещё пропустил некоторые сундуки, поэтому я сдернусь к персонажа, заберу негер этого, открою сундуки, проверю, что пропустил. Ну, а потом уже надену броню, вот эту, как-то там, шлемзачек, хирола. И уже потом от этого же места мы с вами поговорим. Лайка, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, понравилось, не понравилось. Не забывайте, пока вам ждите, и скоро с вами увидимся. Всем до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok